Этот год принёс лицеисту Петру Винокурову и ученику пятой школы Всеволоду Князеву незабываемые впечатления. Всё началось с регионального этапа телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Слобожане прошли две отборочные игры онлайн, затем ещё две в очном формате. Причём Всеволод Князев стал абсолютным победителем регионального этапа. И началась серьёзная двухмесячная подготовка к участию в известной интеллектуальной программе. Ребят консультировали преподавателей Вятского государственного университета. Тем было несколько – Иван Грозный, Древний Китай, три великих юбиляра, Станиславский, Шаляпин, Рахманинов. Нам собрали просто такой огромную кипу разных документов, книг, методических материалов, фильмов, документальных фильмов. Всё это изучить в срок два месяца было бы славно. Конечно, не всё удалось из этого изучить прям так досконально. Трёхдневный интенсив перед самой поездкой позволил систематизировать знания. И вот, наконец, одиннадцатиклассники оказались в студии на Первом канале. Конечно, волнения было. Его просто не может быть впервые в такой обстановке. Но, в принципе, так-то всё было достаточно спокойно. Самые яркие впечатления у тебя? Что вызвало в этом участие? Ну, конечно, это Вяземский. Это отдельный вид искусства, я считаю. То, как он двигается, то, как он говорит, это надо видеть. Особенно то, что происходит за кадром, это прекрасно. Вообще, эта атмосфера съёмочного процесса, эти камеры, свет, декорации, это с первого взгляда произвело огромное впечатление. И сам ведущий, Юрий Вяземский, оказался очень интересным человеком. Скорее, это называть не волнение, а именно спортивная злость, какая бывает у спортсменов, когда они выходят на игру и понимают, что им нужно рвать и метать. Вот подобные же мысли были, что вижу ребят умные, понятно, но они такие же, как и я, то есть такие же 11-классники из таких же городов, и ничего невозможного нет. Пётр Винокуров недаром провёл спортивную аналогию. Он занимается баскетболом. Самым ярким впечатлением стало для него… Безусловно, момент, когда мне удалось ответить на вопрос непосредственно с трибун, когда я заполучил орден, это как минимум было очень неожиданно. К тому моменту я понял, чтобы к тебе подошли, поднесли микрофон, это нужно прям особенно сильно постараться, как-то сверкнуть глазами, как-то особенно сильно встрепенуться, чтобы тебя заметили. Выход на дорожку лицейст воспринял как настоящую победу. Он мог и вовсе не попасть на неё. Но заработанный орден позволил это сделать. Всеволод Князев оказался на дорожке уже в первый день съёмок вместе с другими абсолютными победителями региональных этапов. В принципе, на свой первый вопрос на красной дорожке я ответил, ну, на два подвопроса из трёх. Вот третий я вот забыл. Ну, так вот получилось. Я эту тему конкретно про книгопечатание вот так вот вскользь прочитал. В основном делал упор на политику, экономику во времена Ивана Грозного, когда был первый день, первая тема. То есть я к этому больше готовился. Однажды Ломоносов сказал, что математику потому учить надо, что она ум в порядок приводит. А как сказал Юрий Павлович Вяземский, историю потому учить надо, что она память в порядок приводит. И действительно, если бы мы учили, если бы мы помнили, если бы мы знали, скольких бы ошибок удалось бы нам избежать. И пусть одержать победу не удалось, уже сам факт участия слабожан в популярной интеллектуальной программе на главном телевизионном канале страны можно смело считать большим успехом. Это очень интересный жизненный опыт. Никогда такого не было. Будет ли еще, не знаю. Но это очень интересно. И то, что там происходит, это вот не всегда запоминается в жизни. Благодарность всем людям, кто нас готовил. Благодарность всем участникам, которые состояли компанию. И как в качестве такого небольшого наставления ребятам, кто подрастает, дерзайте, все в ваших руках. Благодарность всем участникам, кто подрастает,